Последний срок. Пьеса с таким символичным названием откроет новую страницу истории Староскольского театра. Этот спектакль будет сыгран первым после ремонта здания. Труппа из 37 человек уже начала переезд. Завозят декорации, заполняют цеха. Приступить к репетициям на большой сцене планируют в первой половине марта. Подробнее в нашем репортаже. В здании театра словно вулье. Каждый занят своим делом. Одни корпят над гипсовой лепниной, другие уже монтируют кресла в зале малой сцены, третьи укрепляют современные акустические панели. Кстати, о звуке. Строители обещают, что одинаково хорошо будет слышно как тем, кто сидит в первом ряду, так и зрителям на последнем. Был произведен акустический расчет помещения, в соответствии с которым разработана специальная конструкция потолка. Изменена форма самого большого зала. Теперь это амфитеатр, рассчитанный на 230 мест. Стеновые панели даже крепятся под определенным углом. Одни поглощают, другие отражают звук. Плюс, видите, форма зала сама, она непростая. Это тоже для того, чтобы звук нормально летал по... Что здесь, что в зале, артист себя слышит, и его слышит даже шепот. И плюс к этому еще и оборудование добавляет эффекты. То есть микрофоны, колонки, которые стоят и в арьере, и на авансене. Вот там сабвуферы вообще спрятаны под авансену. Сотрудники театра в захлеб рассказывают о новшествах. Сейчас, когда ремонт вышел на финишную прямую, очевидно, что перед труппой раскрываются новые возможности. Теперь можно будет восстановить массу вынужденно исключенных из репертуара постановок и смело браться за новые. Мы даже не ожидали, что вообще такое может быть. Такой ремонт – это большая сцена, и еще же две сцены. Ну, нам они очень нравятся. Возможности сцены огромные, считаю. Для нас, у которых было всего три штанкета живых, один мы делали сами, сами делали французский занавес, выносной штанкет. То сейчас здесь 17 штанкетов, управляемых электронно, то есть программой через пульт, неручные, непротивовесные штанкеты, четыре софита, то есть если вот увидите, что софиты вообще до рабочих галерей. Три рабочих галереи – это тоже мечта, обычно делается, ну, одна галерея и колосники. Колосники новые нам сделали. Ни на ремонте, ни на оборудовании не экономили. Все – от венецианской штукатурки и чисто мраморных балясин до подъемных механизмов и театрального света – самого высокого качества. Работа кипит на всех трех площадках. Помимо большой сцены, теперь в театре будет и две малых. В одном из залов сохранили реликвию – старинный камин. Судя по маркировке на кирпичах, он был выложен в 1895 году. Но потом его заложили за ненадобностью. Сейчас камин тщательно вычистили изнутри, убрали весь мусор, заменили все негодные кирпичики. При желании камин можно будет даже растопить, с гордостью сообщил мастер Анатолий Солошенко. Именно реставрировали кирпичи, которые оставали. А по качеству как этот кирпич? Лучше, чем сейчас делать. Мы просто меняли именно старый, который был поломан, но который уже нельзя на хороший. Доставали внутри. Меняли на старый. Материалы для реконструкции шли со всей России. Паркет сцены из Архангельска, акустические панели из Москвы, металлоконструкции из города Саров, насосная станция из Ростова-на-Дону, трубы из Воронежа, свет и механическое оборудование – Германия. Поучаствовал в реконструкции Стараскул. Согласно дизайн проекта, окна, двери и гипсовые изделия изготовлены местными предприятиями. Ход работ контролирует управление капитального строительства администрацию округа. Два раза в неделю здесь проходят оперативки с участием подрядчиков, заказчиков, поставщиков, контролирующих организаций, представителей театра. На объекте одновременно трудятся порядка ста человек. Организованы две смены, а некоторые виды работ идут круглосуточно. Тем временем труппы театра уже приступила к работе над пьесой Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович». Поставить ее мечтали давно, однако не позволяли технические возможности.